Всем привет дорогие друзья, меня зовут Алир Блэк. Около 2-3 недель я состою в УПК и казалось бы всё хорошо, но нет. Как вы все знаете, я катаюсь на 63 гелике и проблема заключается в том, что износ там стоит каких-то невероятных денег. Но я думаю, сильно углубляться в это не будем, ибо это тема уже отдельного ролика. Естественно, я не хотел пересаживаться на другое авто, но пришлось. Я долго думал, что себе прикупить, мне нужна была тачка до 2-3 миллионов. В сторону лансера и BMW M6 я смотреть не стал, ибо на этих машинах катают около 70% игроков малиновки. А я люблю те тачки, которые выделяются из толпы, и прекрасно понимаю, что ни о каких премах за такие деньги речи может и не быть. Я поехал в автосалон, и мой взгляд упал на него. Встречайте, Range Rover Sport. Начнем, естественно, с того, как выглядит этот зверь. Его диски это вершина дизайна, они идеальны. Я уверен, что большинство моих зрителей являются перфекционистами. Если это действительно так, то от одного их вида вы должны визжать. Под капотом есть, конечно, подобие двигателя, но не более того. Есть шильдик, на котором написано Super Charge. Если переводить по колхозному дословно, то звучит это как... Ой, суперзаряженный. Ну и в целом, внешний вид выше всех похвал. Также можно рассмотреть версию в белом цвете. Выглядеть будет замечательно, ибо если красить кузов, то стойки крыши остаются неизменно темно-серыми и придают элегантности. Когда я первый раз на нем прокатился и решил посмотреть, как он выглядит спереди, я не смог понять, что же он мне напоминает, но потом понял. Теперь УАЗик у меня не выходит из головы. Также Рэндж имеет фаркоп, и в случае увольнения из организации можно будет заработать какие-нибудь деньги в развозе. Я просто не имею морального права вам не рассказать, в каком состоянии находится Рэндж, когда он разбит. На самом деле, это его главный минус. Стоит только чуть-чуть черкануть им какой-нибудь отбойник, так бампера и все детали корпуса превращаются в лохмотья. А дыры в стеклах настолько огромные, что кажется порой это выстрел из танка. На этом осмотр внешнего вида подошел к концу. За свой внешний вид Рэндж Ровер получает 10 из 10. Просто потрясающий дизайн подарит вам на улицах Малиновки внимание игроков. Плюс ко всему машина очень непопулярная, и в том случае, когда вы соберетесь посетить авторынок, то все находящиеся там люди скажут вам «Вау!», даже те, кому она не нравится. И еще хочу показать вам звук его двигателя. Понимаю, что к внешке не относится, но лучшего момента я не нашел. Переходим к характеристикам. По карпасу наш Рэнджик едет 120 км в час с разгоном до сотки в 8.1. И ситуация меняется с установкой второго двигла. Разгон улучшается до 7 секунд. Кушает Рэндж 98-й Бенз и кушает он достаточно мало, всего лишь 38 литров в час. И учитывая вместимость его бака, 80 литров, то этот показатель совершенно не вызывает страха. Стоимость Рэнджа в автосалоне на автомате составляет 2 миллиона 600 тысяч. Как говорится, топ за свои деньги. Ну и самое важное, это стоимость износа. За каждый километр пробега без аварии вам будет прилетать всего лишь 100 рублей. Это абсолютно смешная цифра, учитывая, что автомобиль высокого класса. Переходим к оценкам. За свои параметры Рэндж Ровер получает 8 из 10. Многие возразят, почему 8 из 10, ведь он едет всего лишь 120 км в час. Дело в том, что это совершенно нормальная цифра. И если взять в расчет 200 грузака или Леху 570, то они едут 130, но их стоимость в 2 раза больше. Многие из вас остались смотреть это видео, чтобы узнать, что там с управлением. И я вам сейчас расскажу. Оно здесь достаточно хорошее. Машина слушается на все 100%. Но есть моменты, в которых я ее не понимаю. Например, на ямках и мелких бордюрах она начинает вести себя как бык. Прыгать и рыскать из стороны в сторону. Отчасти эта проблема решается установкой 50% занижения. В повороты он после этого начинает входить более уверенно. В установке 100% занижения смысла не вижу. Ибо эффект остается тот же, но вид меняется не в лучшую сторону. И выглядит Рэндж не так элегантно. Плюс ко всему, это единственный внедорожник, на котором можно с кайфом залетать боком в повороты. Перейдем к оценкам. На управление Рэндж получает 8 из 10. Все отлично, кроме одного момента. Его частенько кидает в самых непредвиденных ситуациях. В итоге, средний балл у нашего сегодняшнего друга вышел 8 из 10. Тачка действительно очень годная. Я удивлен, почему ее никто не замечает. Наверное, потому что все ищут премки, дабы сэкономить денег на ремонте и износе. Но не бойтесь, друзья. Эта машина специально для вас. Стильная, относительно быстрая и четырехместная, что немаловажно. Я не просто так превью этого видео сказал, что эта тачка определенно точно должна понравиться ОПГшникам. В четвером можно катать и на ВЧ, и на КАПТЫ, и куда угодно. На этом у меня все. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал, если этого еще не сделали. Всем удачи!